Кто-то даже брал кредит на памятник, кто-то последние деньги отдавал на памятник, и люди остались вообще ни с чем, просто ни с чем. Анастасия одна из тех, кто заплатил большие деньги, но так и не получил памятник для своих родных и обманутых даже не сотни, больше тысячи. Действительно, многие детей похоронили, и я когда это читаю, это ну просто ужас и дикий шок, так сказать, то есть что они сделали. Эта история обмана потрясла страну своим размахом и циничностью. Самая преуспевающая компания по изготовлению и продаже памятников «Ритуал гранита», наша студия «Гранита и мрамора» оказалась вовсе не каменной, а рассыпалась в песок и просто исчезла в один момент. Они одним днем здесь просто отсюда вывозили, они просто собрались, очень быстро собирались и уехали. Офисы закрыты по всей стране. Где-то арендаторы до сих пор не успели снять вывески. Отчетливые следы еще недавно сверхприбыльного дела остались на территории производства под Минском. Иногда пускают людей на склад найти свои заказы. Это сейчас территория производства безлюдна, но еще в феврале здесь кипела работа, но не по производству памятников, а по эвакуации дорогостоящего оборудования. Вывозилось все, алмазные диски, дорогостоящие станки, автомобили, части памятников, некоторые даже готовые памятники. В это время было производство остановлено, но не остановлен процесс продаж. По команде и для кармана владельца бизнеса Сергея Руденко отдел продаж до последнего брал деньги с заказов от убитых горем родственников. Они думают, что в начале марта брали заказы. Нормально? Когда поступать начали жалобы, у любого нормального сотрудника возникнут вопросы к директору. И он подойдет и спросит, у нас что-то не так? Сегодня офисные работники, которые трудились за гонорар до закрытия и после наотрез отказываются встречаться с прессой. Кое с кем удалось пообщаться по телефону. Заказы берем, деньги крутятся. То есть, я сразу говорю, представляешь, что это тюрьма. Люди, которые не выплачивают зарплату и берут у людей заказы, это доведомо уголовное преступление. В наше распоряжение попала звуковая запись закрытого чата продавцов. На ней руководитель отдела инструктирует подчиненных, как держаться при разговоре со следователями после того, как дело запахло жареным. Все, что они там сейчас делают, все эти беседы пустые, это все ни о чем. Там травит им сейчас хаос, эмоции и разруша. За что нам переживать? Нас манили на работу, мы делали свою работу хорошо. Мы сделали ее хорошо, но принял собственник такое решение. Будет отдавать деньги, значит, людям, но что тут в этом плохого? Если люди деньги не получат, так не мы, вот он, ну ладно. Поэтому поменьше паники не переживайте. Если вдруг кого-то будут вызывать куда-то. В приватной беседе некоторые сотрудники рассказывают, что приходилось работать не ради денег, но из личных опасений. Все, кто, я узнаю, что писал какое-то заявление, типа, вам был черный билет, я вам устрою такое, что там мало не покажут. Например, связи у меня большие, ну вот угрозы были, понимаете? Сказали, что ребята, ну не хотите работать, вообще ничего не получите, просто уволим вас без денег и все. Этих установщиков памятников из-за регионов все же обманули, так и не рассчитали. Мужчины вкалывали впустую почти пять месяцев. У меня получается 20 240 белорусских рублей. Они должны? Да. А вам? Около 30. Но так получилось, что успешное предприятие сыграло в ящик, то есть попало под ликвидацию, говоря юридическим языком. Хотя специалисты прогнозировали колоссальный успех. Это дико прибыль. Незачем это было вот так вот кидать, если проще было продолжать. На этом можно было зарабатывать, продолжать и продолжать. Самое сложное уже сделал. То есть, как бы самое сложное было организовать. Когда компания набирала обороты, хозяин провел реорганизацию, как утверждал, для улучшения бизнеса. Все активы сохранены. В моем понимании, это однозначно, что они хотели работать. Последний звонок прозвенел, когда Руденко сообщил своим, что переводит час производства в Польшу и оттуда будет поставлять изделия. Это просто не нужно было вынимать деньги в моменте. Но финансы хлынули потоком из компании. Часть работников уволилась, несмотря на потерю зарплаты и угрозы. А реклама крутилась. Клиенты шли и отдавали деньги, не подозревая, что платят за воздух. Обязательные условия всегда предоплата порядка 70%. Деньги переводились на зарубежные счета и праздно тратились самим Руденко. А потерпевшим придумывались различные отговорки. Загруженность производства, большие объемы заказов, возникшие форс-мажорные обстоятельства. Искал ей памятник в виде сердца. Виктор тоже остался ни с чем, хотя за памятник супруге заплатил почти 14 тысяч долларов. Провел свое расследование и уверен, проблемы у компании начались из-за того, что хозяин вел мутный бизнес еще и с микрокредитами. Я так понимаю, ему понадобились просто оборотные средства на выдачу этих кредитов. Он искал, где можно привлечь деньги. Бывшие коллеги и близкие говорят, что также причиной краха бизнеса могла быть игра на торговой бирже. Руденко частенько пролетал на курсе. Пока он с семьей и братом-подельником в Польше, его имущество арестовано. Среди арестованного 12 автомобилей, 3 квартиры, 2 загородных дома, а также производственные здания и сооружения. В настоящее время Руденко заочно предъявлено обвинение и с санкцией прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск. Вот это осталось. Конечно, это можно все продать. Правильно? Ирина очередной раз пытается найти памятник мужа на складе. Удалось отыскать лишь некоторые фрагменты. За инвентаризацию платит ликвидатор. На всех фрагментах камня есть номера договоров. По ним удается остановить владельца. Зачастую просто камня. Ну нашего, наверное, я думаю, что нас продали. У нас все красивые, все аккуратно. Они даже делали так. Литу выкидывают с фотографии. У нас вот именно стекло. Сейчас территория находится под охраной. Сторож рассказал, что часто сюда проникают бывшие обиженные работники и пытаются что-то доунести, чтобы как-то, наверное, компенсировать свои потери. Бытует мнение, что бывшие сотрудники этих компаний открывают новые юридические лица, которые предоставляют такие уже услуги. Они предлагают потерпевшим свои услуги, в частности, по быстрому изготовлению мемориальных изделий без предоплат, с отсрочками, предлагают более короткий срок изготовления. Что наводит нас, потерпевших, на мысль о том, что наши готовые изделия просто находятся у этой компании и они готовы по второму разу реализовать изделия, за которые уже были уплачены денежные средства. Крупное мошенничество сейчас тщательно расследуют. И главная задача – защита прав пострадавших. Вернуть деньги, по всей видимости, быстро не получится. Ликвидатор не распоряжается имуществом, пока оно под арестом. Если органы АПИ продадут гораздо ниже рынка объекты недвижимости, а это является основным активом все-таки на организации, ну, мягко говоря, далеко не все получат деньги. То есть получат, условно, самые первые, я имею в виду, физические лица, которые получили решение судов. То есть, как бы, ну, для них, конечно, это будет плюс, но для остальных, условно, 700 человек, как бы, это, естественно, будет минус, потому что они вообще ничего не получат. Пока суд додела, пострадавшим остается только ждать. Многие ждут не только денег, но и того момента, когда смогут посмотреть в глаза главному мошеннику. Также Сергея Руденко с супругой подозревают в сокрытии налогов на 2 миллиона рублей. Пока же горе-бизнесмен открыл аналогичный бизнес в Польше, даже с созвучным названием. И у поляков нет ни единой гарантии, что у них откатанная преступная схема будет работать по-другому. Александр Плескачев, Антон Козельский, Никита Лисьонок, ОНТ.